Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас мукбанг на быструю руку, пельмешечки, рецепт которых я обязательно вам оставлю в инфобоксе. Почистила грейпфрут. Многие всегда думают, что это рыба, красная рыба. На самом деле нет, это грейпфрут, который просто обожаю. Здесь лучок, оливочки и помидорчик. Еще взяла вот такой вот сырок, который был у меня в холодильнике. Ничего специально не покупала, просто то, что было в холодильнике. Заправим это все майонезом оливковым и приступим. Я вообще кетчуп не люблю, я везде использую майонез. Раньше обожала сырный соус, но одно время я его как-то переела и он мне поднадоел немножко. Поэтому майонезик. Отобрала один вопрос от подписчицы. Мадина 238. Мадина, вам огромный привет. И Мадина здесь спрашивает про мой доход. Как он изменился и сколько денег я сейчас трачу на себя. Естественно, как и у всех, мой доход упал. Но у меня не настолько большая доля российских зрителей. Точнее, большая доля. Но меня еще очень много людей смотрит из других стран тоже. Кстати, пожалуйста, напишите в комментариях, если вы меня смотрите не из СНГ. Возможно, вы живете в Индии или в Африке или в Канаде. Отпишитесь только тем, кто живет не в СНГ. Потому что, когда очень мало людей смотрят из страны, они у меня не отображаются. А мне интересно. Вот интересно, из Индии меня кто-то смотрит. В общем, насчет моих трат. Не могу сказать, что я прям урезаю свой бюджет до такой степени, что невозможно. Конечно, платить стали меньше. Понятное дело. Но ничего страшного. Мне до этого задавали вопрос, будешь ли, Тайка, бесплатно снимать видео, когда произошли все эти события, война и так далее. Я просто четко себе ответила на этот вопрос. Если даже за контент абсолютно не будут платить, я все равно буду его снимать. Мне очень нравится это все. Но в последнее время пострадал мой бумажный канал. Вот я такой человек, но я не умею распределять правильно свое время. У меня за последний месяц на бумажном канале вышло где-то два видео, прикиньте. Что-то в последнее время я все силы отдаю этому каналу. И в этом нету никакой закономерности. Просто мне хочется снимать мукбанки. Я смотрю других мукбанкеров и думаю, блин, тоже надо это снять, то надо снять. Мама говорит, составь режим, чтобы было одинаковое количество контента. И туда, и сюда. Вот сколько я не пыталась, не получается. Насчет дохода. Были времена, когда я очень хорошо зарабатывала. Когда я снимала контент, еще параллельно работала. Вот тогда я прям офигенно зарабатывала. Сейчас же, понятное дело, таких заработков нет. Но все равно не могу сказать, что я прям сильно себе в чем-то отказываю. Захотела паровой утюг, купила. Захотела, например, шмотки, которых у меня и таки дофига. Вот реально у меня летних вещей очень много. Захотелось, купила. В общем, где-то в месяц у меня на мои расходы уходят плюс-минус 800 долларов. 800, 900. Это свет, газ, коммунальные услуги. У нас, кстати, коммунальные услуги недорого. Хотя я живу в новостройке. Вообще в Азербайджане очень недорого коммунальные услуги. Получается, мы за трехкомнатную квартиру. 105 квадрат, платим в месяц, 30 монат. 30 монат, это сколько? 17 долларов, да? Недорого, в общем. Просто раньше я, например, откладывала, а сейчас откладывать не получается. Плюс я не покупаю какие-то брендовые вещи супердорогие. Даже когда у меня была возможность покупать, я все равно этого не делала. Просто откладывала денежку и в результате в конце купила себе квартиру. Я ничуть не жалею. Сказать, что когда-то я прям шиковала, а сейчас я вынуждена урезать все свои хотелки. Такого нету. Ну, просто, знаете, я чисто логически иногда думаю. Вот у меня столько одежды Шейн, которые я заказываю на постоянной основе. Вот вчера чуть опять не сделала заказ. Вот в самом конце я себя остановила, что Айка, стоп. Почему я иногда себя сдерживаю? Не в целях даже экономии. Просто столько вещей я не смогу поносить. Мода поменяется. Взгляды на все это поменяются. Поэтому пока что нужно поносить то, что у меня есть. Острой надобности в чем-то у меня нет. Где-то 700-800, даже нет, даже 1000 долларов уходит на нас двоих с мамой. И мы не прям шикуем. Большая часть денег, мне кажется, у нас уходит на продукты. Вот на продуктах мы точно не экономим. Я, например, обожаю миндаль, кешью. У нас всегда на столе это все есть. Не знаю, как у вас, у нас кешью очень дорого стоит. Поэтому, несмотря на то, что мы с мамой всего двое, деньги на все такое уходят. У меня были времена, когда я целый месяц тратила всего 70-80 долларов. Прикиньте, за целый месяц. Так что я умею экономить, я умею копить. Просто сейчас у меня нет определенной какой-то цели, что вот я коплю на это. Поэтому вот так. Вообще для комфортной жизни человека. И опять же, ребят, не говорю супер-лакшери жизни и так далее. Я понимаю, что меня смотрят разные прослойки общества. И для кого-то 700-800 долларов в месяц это просто фигня. За 800 долларов покупается просто одна сумка. Я это прекрасно понимаю, осознаю. Я говорю чисто про свою ситуацию. Большая часть нашего бюджета уходит на продукты. Меньшая часть на бьюти какие-то услуги. Потому что я по большому счету все делаю сама. Единственное, зубной. Вот на зубного, да. Здесь я не готова экономить. Бывают незапланированные какие-то расходы. Что-то ломается. Что-то большое покупается. Например, в декабре я купила себе ноутбук очень дорогой. Он 2500 монад стоил. Но хорошо, что я его купила. Потому что с ним моя работа стала гораздо проще. Папулечка камеру подарил в декабре. То есть декабрь был очень расходный месяц. Какие вкусные пельмешечки. Я после того, как отварила, еще немного помазала маслом. Конечно, очень калорийно получается. Но мы тоже с вами не худеем. Так что нормуль. Так что сильно Свои хотелки я не урезала. Мама также У мамы хотелки Это посуда. Она покупает разную посуду. Какие-то ложечки, вилочки. Не знаю. Сколько бы у мамы не было посуды, Она хочет еще. Я маме говорю, давай купим тебе сумку новую. Сделаем тебе ботекс. Мама говорит, нет. Дай мне деньги, я куплю посуду. Не то, что посуда для мукбанков, а какие-то формы для выпечки. Какие-то сковородки. Короче, у каждого Есть спектр своих интересов. Я никогда в жизни не дам деньги на новую сковородку. Хотя, может быть, мне сейчас так кажется. Со временем я поменяю свое мнение. Ну вот, на шмотки, на сумки. Там, не знаю. Спокойно могу потратить. Сколько угодно денег. И сколько не покупаю. Мне все равно хочется. Я поела, наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока.